Инициатива «Популяризация здорового и активного образа жизни для жителей сельской местности Брестского района» работает в рамках проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь». Он финансируется Евросоюзом и реализуется программой развития Организации Объединенных Наций. В рамках нашего проекта было проведено два конкурса местных инициатив. Во втором конкурсе, в основном конкурсе, мы профинансировали 158 инициатив. И 29 из них – это инициативы, которые реализуются в Брестской области. Общая сумма финансирования составила почти 600 тысяч евро. Основные тематические направления местных инициатив – это поддержка здорового образа жизни, инфраструктура, инклюзия. Победив в конкурсе, Брестский районный территориальный центр социального обслуживания населения получил грант на сумму порядка 22 тысяч евро. За эти средства в деревне Старое Село на базе дневного отделения пребывания инвалидов обустроили реабилитационно-оздоровительный городок для людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан. Появилась возможность проводить свой досуг, объединяться в такие клубы по интересам. Конечно, то, что они приходят сюда все вместе, занимаются, смотрят друг в друга в глаза, устраивают чаепитие. Это тоже очень полезно и для общения, и для их здоровья, потому что в общении, вот правильно говорят, где легче общаться, там легче живется. Площадку размером в 23 сотки разбили на несколько зон, предназначенных для отдыха и занятий спортом. В распоряжении посетителей – клумба с лекарственными растениями, на основе которых можно готовить фито-чаи. По соседству – зона закаливания. Для занятий спортом здесь установили удобные уличные тренажеры и брусья. Закуплен инвентарь для занятий скандинавской ходьбой, для отдыха – качели и беседка. Места много, разнообразных игр всяких можно есть, и мечи, и обручи, и всякие снаряды, которыми можно наполивать на этом. Можно и в лабиринте побегать, и так немножко подержать форму рук, ног и всего организма. Городок вот этот много возможностей дает, что тренажеры – это для здоровья, для себя, даже для души. В день открытия для гостей и посетителей организаторы устроили большой спортивный праздник со стафетами и конкурсами – мастер-класс по скандинавской ходьбе. А еще дегустировали фито-чаи и проводили первые тренировки. Это замечательно. Инвалиды не чувствуют себя оторванными от жизни. Они не одиноки в своей жизни. Поэтому я считаю, это прекрасная затея.